Большинство стран Евразийского Союза В Таиланде судят бывшего премьер-министра Инг Лак Чинават. Ее обвиняют в нанесении ущерба государственному бюджету в размере десятков миллиардов долларов. 70 африканских мигрантов пострадали при попытке перелезть через пограничную стену между Марокко и Испанской Сеутой. Некоторых пришлось госпитализировать. 21 страна Евросоюза готова разместить у себя два лондонских агентства ЕС. Европейское агентство лекарственных средств и Европейское банковское управление. Их предстоит переместить после Брексита. Предложения поступили в Совет Европейского Союза. Рассмотрит их Еврокомиссия. «Европейская комиссия начнёт оценивать заявки государств-членов на размещение Европейского агентства лекарственных средств и Европейского банковского управления. Вчера в полночь истёк срок для официальных заявлений». 19 городов ЕС готовы принять Европейское агентство лекарственных средств. Оно проверяет лекарственные препараты на соответствие требованиям, оговорённым в европейской фармакопее. Восемь городов предлагают разместить у себя Европейское банковское управление. Оно составляет правила для банков Евросоюза. При этом Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Польша и Бельгия подали заявки на размещение обоих агентств. Таким образом, между членами блока возникла конкуренция. В ней не участвуют только Венгрия, Словения, Кипр и три прибалтийских страны – Эстония, Литва и Латвия. Европейская комиссия рассмотрит заявки и 13 сентября опубликует свои оценки. Окончательное решение примут лидеры Евросоюза. Они попытаются достичь согласия по этому вопросу на саммите в октябре. Малайзийские пограничники изъяли слоновой кости и чешуи панголинов приблизительно на миллион долларов. Находки сделали на складе для грузов в международном аэропорту Куала-Лумпура. Первый груз следовал в столицу Малайзии из Нигерии через Абудаби. Слоновой кости в ящиках было на 64 тысячи долларов. «На двух ящиках было написано «продукты питания». Мы проверили и выяснили, что компании-получателя не существует. Когда мы открыли ящики, то нашли 23 слоновых бивня весом 75 килограммов». Второй груз прибыл из Демократической республики Конго эфиопскими авиалиниями. В общей сложности в посылках было 300 килограммов чешуи панголинов стоимостью приблизительно 900 тысяч долларов. На ящиках было написано, что это рыбьи пузыри. Эти посылки также отправили на несуществующие адреса. Проследить получателя невозможно. Малайзия остаётся одним из главных азиатских центров незаконной торговли объектами дикой природы. Бывшему премьер-министру Таиланда грозит 10 лет тюрьмы за выделение субсидий на рис из государственного бюджета. Программу рисового залога премьер проводила с 2011 по 2014 годы. Власти закупали рис у фермеров по завышенной цене. Затем экспортировали через прямые правительственные сделки. Однако падение цен на рис и коррупционные схемы, возникшие на разных уровнях, вылились для госбюджета в миллиарды долларов убытков. По подсчётам Министерства финансов Таиланда в 27 миллиардов долларов. Теперь власти проводят конфискацию активов и инглак чиноват. Сама же премьер говорит, что не делала ничего незаконного. «Я хочу поблагодарить своих сторонников, а также СМИ, которые были сегодня здесь моей моральной поддержкой». Вердикт суд вынесет 25 августа. Чиноват первый премьер женщина в истории Таиланда. Около 70 африканских мигрантов получили телесные повреждения при попытке перелезть через пограничную стену между Марокко и испанским полуанклавом Сеутой. Об этом сообщает Красный Крест. 14 человек пришлось госпитализировать. Высота заграждения, разделяющего африканскую страну и кусочек Евросоюза – 6 метров. Сверху – колючая проволока. В целом в этот раз его пытались преодолеть около 200 человек. Все они из государств Африки, южнее Сахары. По данным полиции, около 60 человек смогли попасть на испанскую территорию. Как сообщил представитель сиутского правительства, проволоку нарушители разрезали кусачками. От тысячи до полутора тысяч человек живут в зарослях кустарника и лесах вокруг границы с анклавом. Поджидая удобного момента, чтобы перебраться туда. На территории Марокко эти люди, как правило, также находятся нелегально. В Сеуту кто-то лезет через забор, а кто-то пытается попасть туда вплавь вдоль побережья. Около месяца назад границу штурмовали сразу 800 человек, а в начале года – 1100. Тогда попытка штурма была очень ожесточённой. Пострадали 55 пограничников с обеих сторон, один из них лишился глаза. Сеут – автономный город Испании, расположенный на северном побережье Марокко. И миграционная проблема здесь всегда была одной из основных. В похожем положении находится ещё один испанский анклав в 300 километрах от Сеуты – Мелилья. Африканцы пытаются всеми способами ступить на испанскую землю, чтобы потом отправиться вглубь Евросоюза. Большинство из них ловят и возвращают в Марокко. В самом сердце Альп в швейцарском кантоне Вале открыли самый длинный в мире висячий пешеходный мост. Он соединяет населённые пункты Грехен и Цермат. Этот маршрут популярен среди любителей путешествий. Протяжённость моста почти полкилометра, ширина – 65 сантиметров. Самая высокая точка находится в 85 метрах над землёй. Мост оборудован системой, которая предотвращает его раскачивание. На строительство потребовалось более 750 тысяч долларов. С моста открывается захватывающий вид на гору Матерхорн, которая находится на границе Швейцарии с Италией. Также видны вершина Вайсхорн и Бернские Альпы, отделённые на юге от Пенинских Альп долиной реки Рона. Новый мост построен взамен своего предшественника. Его закрыли в 2010 году из-за проблем с безопасностью. Экономика Руанды стала одной из самых быстро развивающихся в Африке. За последние десятилетия она выросла в среднем на 7%. С 2000 года пост президента страны занимает Поль Кагаме. Он стоял во главе Руандийского патриотического фронта, который остановил геноцид против народности Туци. Президент активно привлекает в страну иностранных инвесторов, а недавно запустил программу «Сделано в Руанде». Так он поощряет руандийцев развивать местную промышленность. К призыву президента прислушались и в иностранных компаниях. Так, Руанда Мотосайкл Компани принадлежит бизнесменам из США. Однако работают в ней теперь только жители Руанды. «У нас работает 17 сотрудников, но мы планируем в течение полугода увеличить штат до 100 сотрудников. Мы создаём рабочие места для нашей страны, а также продаём мотоциклы». По мнению иностранных дипломатов, экономика Руанды успешно восстанавливается благодаря дальновидной политике властей, правильному экономическому планированию и сотрудничеству с иностранными инвесторами. Экономическое отношение с Руандой уже 20 лет поддерживает и Евросоюз. «Мы были компаньоном Руанды и всегда с радостью помогали её развитию и экономическому росту, которого теперь достигли. В Руанде довольно хорошо развито здравоохранение, а также инфраструктура». Правительство Руанды уделяет много внимания развитию информационных технологий и альтернативной энергетике. Однако критики говорят, экономический рост происходит на фоне ограничения гражданских свобод, преследования оппозиции и авторитарной политики президента. Геноцид в Руанде длился с апреля по июль 1994 года. Его спланировало и осуществило правительство, состоявшее из народности Хуту. В ходе репрессий погибло более 800 тысяч человек. Большинство из них принадлежали к этническому меньшинству Туцци, остальные были умеренными Хуту. Эти события сильно подорвали экономику Руанды, которая и так считалась одной из наименее развитых стран мира. Словно из-под земли вырастает грозная зубастая акула с добычей в пасти. Неподалёку обосновался морской конёк. В польском городе Шетцен проходит пятый фестиваль песчаных скульптур. Его тема – глубокое море. Площадку украсили морские божества. И даже для самого капитана Джека Воробья нашлось место. Но в этом году скульпторам пришлось трудиться дольше, чем обычно. «В основном на создание одной скульптуры уходит примерно неделя. Но в этих погодных условиях фигуру Джека Воробья делали приблизительно две недели». В рамках фестиваля проходят и мастер-классы для детей. Обучают ребятишек профессиональные скульпторы. Показывают, как пользоваться специальными инструментами и дают возможность проявить фантазию. Перед фестивалем на площадку привезли более 400 тонн песка. «Песок должен быть специальным. Наш спонсор доставляет его из своих шахт. Я проверяю его качество. Иногда песок идеальный, иногда не самый лучший. Но из него всё равно можно что-то сделать». По словам организаторов, цель фестиваля – позволить людям хорошо и с пользой провести время. Продлится мероприятие до 20 августа. Индейцы Аймара, коренные боливийцы, встречают первый августовский рассвет высоко в Андах. Это значит, что наступило время поклонения Пачамаме, матери-земле. На это отводится целый месяц. В августе в Боливии заканчивается сельскохозяйственный сезон. Согласно поверью, в это время Пачамама просыпается голодной. Аймара приносит ей в жертву сладости, вино и мясо ламы. Все подношения сжигают на жертвенном огне. «Мы проводим эту жертвенную церемонию, чтобы Пачамама, а также горы и духи благословили нас». Индейцы считают, что Пачамама живёт в горах. От неё зависит, хорошим ли будет урожай. Она также покровительствует горным животным. Аймара просят мать землю о бобильном урожае и хорошем приплоде у скота. У городских жителей уже другие просьбы. «Может быть, я попрошу немного больше достатка, любви, здоровья и благополучия для моей семьи. Прежде всего для детей, для меня, для сестры и жены». Пачамаму будут почитать в течение всего месяца. Но 1 августа считается самым предпочтительным для этого днём. Многовековая традиция также сохранилась в Перу и Чиле. А в Боливии этот праздник, согласно Конституции, считается государственным. Оживлённая улица Нью-Йорка. Вдохновение в уличной суете уже около 10 лет черпает поэт Алан Андре. Стол и пишущую машинку он обычно устанавливает на 34-й улице возле знаменитого Мэйсис и Пэнстейшн. Алан пишет стихи по запросу за любую плату. «В основном они об историях, которые я слышал, которые рассказывают мне сами люди». Часто клиенты сами задают стиль, просят сонет или стих в японском жанре хайку. Но в большинстве случаев Алан полагается на внутреннее состояние. «Эмоциональное состояние человека, история, которую мне рассказывают, создают поэтическое вдохновение, из которого и рождается стих». Талия заказала стих о чём-то позитивном. Алану потребовалось 10 минут. Своё произведение назвал «Открываются жёлтые горы». «Мне понравилось. Такого не встретишь, о таком не прочитаешь. Это одна из тех вещей, которой наслаждаешься и которую на самом деле ценишь». Гул машин сливается со стуком печатной машинки. Необычной творческой средой автор наслаждается по 2-3 часа в день. За это время пишет по 15-20 стихов. «Мне просто стало интересно, что он напишет о моём сыне. И он пишет хорошо, неплохо. У него получается». Кстати, Алан печатает через копирку ещё одну копию. Говорит, за годы творчества у него собралась коллекция из тысяч стихов. Последние две недели археологи Антверпена провели на месте обнаружения части моста XVI века. А рядом рабочие продолжали возводить новую трамвайную линию. В этом бельгийском городе идёт полное обновление инфраструктуры главной дороги, строят подземные переходы, площади, водосточные каналы и трамвайные пути. А в процессе откапывают древности. Эта часть моста открылась взором прохожих совсем ненадолго. Вскоре её снова закопали. «В некоторых местах археологические останки должны будут исчезнуть, потому что тогда мы не сможем провести здесь трамвай и сделать тоннель. Но в других местах, например, здесь, есть возможность показать часть опор. Их не разрушат, но придётся опять закопать». Археолог Фемке Мартин с годами исследовала городскую архитектуру. Она считает, что большая часть этого моста по-прежнему сохранилась и находится под городом. Это был не только вход в город. В нём также был канал, по которому текла чистая вода в местной пивоварне. Производители того времени жаловались, что вода из местных рек горькая и портит их продукцию. Впрочем, некоторые находки всё же будут видны после окончания строительства. Власти города обещают, что в одном месте элементы моста и укрепительной городской стены будут интегрированы в трамвайную линию.